В неравной схватке между стихией и техникой стихия пока побеждает. То, что творится в городе, не поддается никаким описаниям. Машины застревают в снегу, люди в спешке раскупают лопаты и веники и спешат на помощь дворникам. Город парализован. Добиралась я просто по дороге шоссейной, дошла до остановки автобусной. К сожалению, чрезвычайная ситуация. Могу только посочувствовать службам нашего города. Надо все время это делать. Заранее. Где машины? Где техника? Такие средства выделяет государство. Я уже еду всего-навсего с Волоколамкой. Мы, наверное, целый час на троллейбусе ехали, потом они встали. Потому что технику трактор повез в ремонт, она сломалась, не выдержала чистить машину. И вот трактор я первый раз вижу только почему-то у дверей наших федеральных органов. Считается, три часа я иду на работу. С Южного забираюсь уже три часа до центра. У нас, как всегда, бардак. Городские службы не работают. Технику, как я слышал, закупили, но ее не видно на дорогах. Полный коллапс. Улицы не чищены. Дворники вышли не раньше 10 часов. Такого вообще никогда в городе не было. Андрей Громов, главный врач городской станции скорой помощи, пояснил, что медики отвечают на звонки и выясняют, насколько серьезная ситуация. Если экстренной помощи не требуется, пациенту объясняют, как надо лечиться. Если помощь все-таки нужна, посылаются бригады. Но больного предупреждают, что быстро приехать не получится. Многие машины увязли в снегу, в том числе и реанимобиль. По словам медиков, вызовы поступают не больше, чем обычно. Всегда ли есть возможность выехать на помощь больным? Ага, можно встречный вопрос. Вы в окошечко смотрите? Нет, вы нам... Наши машины ничем не отличаются от всех остальных машин. Ездят с такими же сложностями. Тефону консультируем больных. Рассказываем, как лучше, что принять, чтобы облегчить свое состояние. Вы знаете, нам сейчас не до счета этих вызовов. Не буду вам сейчас комментировать, у меня нет просто на это время. Не все маршрутки смогли выйти на линию. Те, что вышли, едва справились с нагрузкой. Скорость передвижения минимальная, но, похоже, люди и этому рады. В народе уже складываются легенды о том, кто и как все-таки смог добраться в пункт назначения. Люди всячески оказывают помощь друг другу. К примеру, подвозят на попутках. У нас порядка 20 машин. Мы практически весь парк выпустили. Единственное, что где-то это к 10 часам у нас получилось. То есть с утра у нас было около 6 машин на линии. У нас база в Никольском, Никольское оказалось нечищенным. Просто невозможно было выехать в базу. Две машины не можем выпустить пока. Две машины не смогли выйти. К середине дня произошло более 30 ДТП. К счастью, без пострадавших. Сотрудники госавтоинспекции занимаются ликвидацией заторовых ситуаций. Многие школьники приходят им на помощь. За незначительную плату они вытаскивают застрявшие машины. Цена 150 рублей. Понятно, что она затруднена. Но работа идет в плановом режиме. В выселенном времени сотрудников выделено больше. Все работают, оказывают помощь участникам дорожного движения. Среди дорожной обстановки и погодными условиями увеличены. Отчистленные сотрудники в два раза. Когда улицы очистят от снега – вопрос риторический. По некоторым данным, снегоуборочную технику с тверскими номерами видели в Москве. По всей видимости, многие тверичане проведут выходные в домашней обстановке.